Карельское, да, национальное движение. Ну, собственно, вы Карел, да? Ну вот по этнической предназначению. Честно говоря, я не Карел, знаете, такой вопрос в лоб сразу. А кто же русский, да, или как вы себе это имеете в виду? Давайте я так скажу, я не на все вопросы буду отвечать прямо совсем в лоб, но я скажу так. Да, мое происхождение относится, скажем так, к Балто-Скандинавскому региону, плюс моя жена является представительницей финно-угорских народов, вот, и подразделение Норд, можно сразу сказать, почему оно называется Норд, а не, например, какие были изначально у нас варианты, Карелия просто, или Калевала. Дело в том, что подразделение Норд объединяет не только этнических Карел, то есть не является узкоэтническим, оно объединяет в себе всех сторонников, можно сказать, европейского пути развития на территории Построссии. То есть, во-первых, сам регион карельский является этнически не совсем однородным, там присутствуют как карелы, так вепсы, поморы, германландские финны, просто финны, потомки репрессированных, которые живут там уже несколько поколений, такие как украинцы, белорусы, поляки, некоторая часть русских, вот, и все это создает сложную этническую картину в Карелии, вот, и поэтому мы абсолютно осознано приняли решение не создавать узкоэтническое движение, поскольку это ограничивает как нас, так и людей, которые могли бы присоединиться к нам, вот, и, скажем так, я в этом движении стою по идейным причинам, а не просто по тому, что мое происхождение прям непосредственно связано с этим регионом, вот. Ну, исходя из этого, а как вот, ну, интересно, вот, произошел вот этот вот щелк, да, ну, условно говоря, как вы осознали, да, что идеи, вот, я так понимаю, независимости, да, это вот борьба до победного конца, исходя, да, вот из, ну, тут не надо быть гением, да, чтобы понимать, да, что у вас позиция достаточно четкая, да, вот, что, ну, подтолкнуло, да, что стало, ну, вот. Щелком, как же я определил вашу судьбу. Я могу вот кратко пробежаться по своей биографии, очень. Я родился в, ну, Российской Федерации, в семье, и мои родители уже, можно сказать, были людьми ассимилированными в российскую, нет, а нацию, я не знаю, как назвать, потому что их происхождение, в общем-то, никак не связывало их ни с Россией как государством, ни с русским народом. Но при этом они себя таковыми идентифицировали, и я с детства рос в среде, когда мне говорилось, что я русский человек, хотя я таковым не являлся никогда. Вот, и, соответственно, я рос, и моя семья была достаточно интеллигентной. С детства я читал много литературы, в том числе эпического характера, такие как, я не знаю, можно примеры приводить, но там Беовульф, например, или Песня о Роланде. Большей частью, по какой-то причине, до сих пор мне непонятной, это была литература именно западноевропейская и североевропейская, хотя родители, конечно же, мне давали и литературу местную. Вот, и это сформировало во многом мои идеалы и взгляды на жизнь, идеалистического характера на этапе юношеском, романтического отношения. Я проникал с идеями общеевропейского единства, поскольку, исследуя культуры, языки и историю других народов, я чувствовал соединение с ними и неприятие действительности. В чем, кстати говоря, меня поддерживали и родители, они тоже были достаточно оппозиционны к действительности, хоть и с другого угла. Вот, меня же всегда клянили каким-то любителям Запада. Это правда или нет, кстати? Ну, это правда. Я имею в виду в том смысле, что, знаете, вот эти все... Европейская традиция, да, или что именно нравится? Я считаю, что общеевропейская традиция крайне богатая и неоднородная, и если человек говорит, что он придерживается западных или европейских ценностей, и он считает, что ничего не говорит. Настолько разнородной идеей как бы из себя рождала западная цивилизация. Но, в общем и целом, очень грубляя, я считаю, что люди, которые живут на территории России и которые ассимилированы в российскую нацию, они придерживаются проекта евразийского. То есть то, о чем Дугин у нас любит писать, то, что у нас еще сминовеховцы, соответственно, зародили. И я был этого... Ну, стал. Не был сразу, потому что как бы культурная среда моя меня несколько ограничивала. Но со временем я понял, что я чисто интуитивно полностью отвергаю евразийский, скажем так, цивилизационный полюс. То есть если выбирать между ним и между европейским, я, несомненно, выберу европейский в любой ситуации, даже со всеми его минусами, даже со всем, что мне не нравится. Потому что для меня это просто эстетически неприемлемо. Эстетика, да, ну, все эти избы, да, бабы, у которых свеклой намазаны щечки, да, и вот это вас раздражает, да, прежде всего? Меня раздражало мессианство, меня раздражало российское мессианство. Потому что в России существует идея, которая буквально витает в воздухе какой-то самости, особенности. И она оправдывается у всех по-разному и у всех крайне неубедительно. То есть я честно скажу, у меня есть некоторые вопросы к тому, кого в принципе можно считать, а кого нельзя считать русским, где находится корреляция между термином русский и россиянин. Все это очень стерно, очень перепутано. На этот вопрос однозначно ответить практически невозможно. По крайней мере, я людей, способных на этот вопрос ответить, однозначно не встречал. Вот. И я, по крайней мере, к тому, что общеупотребимость считается русским народом, никакого негатива не испытываю, собственно. Вот. Просто я совершенно не считаю, что русские, они чем-то выделяются среди остальных европейских народов, что дает им какое-то право на священную миссию по навязыванию своего образа жизни всем вокруг. То есть у нас есть, не знаю, как восточные народы, финские, например, такие как Марии или Эрзя и так далее, и так далее, и так далее, которые очень сильно ассимилированы в русских. И это оправдывается тем, что русская идея якобы чем-то превосходит их узконациональное, этническое, культурное, традиционное мышление. А я лично никогда не понимал, почему, чем они лучше. Чем, например, русские лучше, чем там Мардвин или Лемок или Гуцу? Я считал всегда, что человек и культура хороша не территориями, на которых она распространилась, а своей глубиной и, самое главное, красотой. То есть лично для меня всегда самым главным была именно эстетика. Вот и все. Ну, выходит так, что карелы, да, ну, и прочие, ну, народы, назовем это, как это можно это назвать, да, северо-западного, северо-западного, северо-западной Руси, да, если хотите. Может быть, они не сильно, как бы, ну, вам подходит такая терминология. Пенобалтийского региона, скажем так. Да, да, вот она вам по эстетике. Ну, 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 да, в принципе, да, что тут говорить, того же нашего общего знакомого Влада Олейника. Я постоянно привожу пример, что, ну, такой себе викинг, да, европеец, да, вот, ну, такой вот по анфасу, что тут, в общем-то, говорить, да. Ну, и да, чувствуется, я вот понимаю, да, чувствуется некая такая глубинная, ну, что ли, европейская традиция. Вот, в Карелах, да, вот, которые связывают их с прибалтами, да, вот, допустим, теми же, да, вот. Что тут и говорить. И это вот, да, привлекло именно. Конечно, мое предскождение, скажем так, как раз имеет к балтскому региону отношение. Поэтому я чувствую, так сказать, переживание за своих родственников недалеких, можно сказать. И я всегда считал, что, ну, просто глупо приводить эти примеры относительно того, что вот так и так в Швеции и Финляндии хорошие дороги, красивые дома. Это само собой очевидно. Тут речь не о самих домах и дорогах, а о том, что их создает. А создает их, по мне, принципиально другое мышление. Принципиально другая вообще парадигма существования. Потому что, не знаю, в ней присутствует достоинство, я полагаю. Потому что финский крестьянин не согласен просто жить в униженном положении. А вот почему-то через границу, если проехать, то ты тут же видишь людей, которых их положение почему-то устраивает. То есть они мало того, что находятся в ужасных условиях. Потому что я, в принципе, не сторонник материалистического мировоззрения и все измерять только достатком. Но дело здесь именно в достоинстве. Как можно не просто принимать это, а даже идти и умирать ради такого образа жизни. Я этого лично понять не в состоянии. Ну, то есть вот эта вот теория самости, обособленности Дугина, полный бред, условно говоря. А самое главное, что в него никто не верит. По крайней мере, я практически уверен, что это разрушается после первого свиста Пулина Духов. Ну, там нет. Вы кого имеете в виду? Я имею в виду, что сторонники Дугина – это такая, знаете, псевдоинтеллектуальная московская тусовка преимущественно. Это люди, которые никогда ничего тяжелее мышки и клавиатуры в руках не держали. Зато очень любят рассуждать о том, как легионы великорусов должны направляться, навязывая свой порядок всему миру. Но при этом в этих легионах вы их никогда не найдете. Как по мне. По крайней мере, большинство из них. И то, что это не поддерживает, в принципе, ни большая часть интеллектуальной элиты, которая в России находится, ни простые люди, по-моему, свидетельствуют о многом, о том, что эти движения являются, ну, как идеи, скорее, являются в сущности симулякром, на мой взгляд. Не, ну, я согласен-то, я вообще, вы знаете, ну, как-то вот в определенный момент, ну, та же Луганщина, откуда я родом, да, вот, сейчас в поле битвы, да, в том университете, где я преподавал, все вдруг прямо восхитились Дугиным, да, вот, появились курсы даже там авторские в университете, да, там, геополитика, геостратегия. Ну, как-то я его взялся преподавать волею судей, подкрыл вот такую вот книгу Дугинскую, да, а там, ну, буквально смысловой нагрузки на 10 страниц, да, и дальше пережевание из пустого в порожнее, да, что они великая страна, да, ну, то есть студентам, по сути, и рассказать нечего следующую пару, да, ну, то есть как-то это меня, ну, вот этот пиетет показался мне удивительным перед ним, да, ну, и идея достаточно глупенькая, достаточно примитивная, да, не знаю, середины 19 века, да, вот, что тут говорить, ну, да, вот я, да, да, извините, я уже увлекся, да, слово вам, конечно. Да, я хотел сказать, что я учился до того, как меня захлестнуло вихрем этих событий в одном из самых престижных вузов Российской Федерации на как раз специальности историка. Или не будет, ага, ух ты, о, коллега, да, ага, так-так. Я точно говорить не буду, какой, чтобы не раскрывать. Хорошо, да, я вот задал вам вопрос, потом понял. Да, вот, и я могу сказать, почему я, собственно, обратил внимание именно на то, что идеи Дугина не кажутся глубокими или серьезными не только простым людям, которые, естественно, их никогда не читали и слышали только в пересказе, может быть, какие-то отрывки в программах Соловьева-Киселева, но я много общался с преподавателями, я много общался со студентами, и это никто не воспринимает всерьез. Я, по крайней мере, таких людей не встречал, вот так скажу. Притом это были люди самых разных взглядов политических и просто взглядов на жизнь, но никто не воспринимал их всерьез. Самое хорошее, что я им слышал, это, ну, можете почитать раннего Дугина, первые одну-две работы, в них еще встречается что-то оригинальное. Потом начинается Великий Державный Угар и компиляция каких-нибудь новых правов французских, я не знаю. Ну, а вот, правда, вопрос такой, ну, знаете, я-то понимаю для себя разницу эту выделяю, ну, вот он может возникнуть, да, ну, чем... Хочется его вам задать, да, вот, коллеги. Чем, ну, вот эта Евразийская империя, да, в своем стремлении завоевывать отличается от европейских империй? Есть у вас, ну, вот, видение этой вот ситуации? Да, вполне. Я считаю так. Если... Тут, правда, этот вопрос можно разделить на две части, потому что есть, как бы, эпоха империй у нас, колониальная эпоха, и есть современность. Это две разные вещи, поскольку сейчас, по сути, Российская Федерация – это последняя империя Евразии, которая еще стремится к такому бешеному расширению, и в этом смысле ее сравнивать несколько. Если сравнивать, например, XIX век, Российскую империю и Западную империю, я считаю, что Российская империя – явление не настолько деструктивное, насколько Российская Федерация, пусть и далеко не самая лучшая. Вот. Но в чем разница? Разница в том, что, например, если мы возьмем такой эталонный пример, который любят приводить с Запада – это Британская империя. Британская империя, в общем и целом, очень прагматично вела свою колониальную политику, и она всегда старалась извлечь из нее выгоду, а именно добиться экономического превосходства и добиться политического превосходства. Вектор же имперский российский, на мой взгляд, очень сильно отличается от чем? Отличается он тем, что, в отличие от Англии и от многих других европейских держав, у России никогда не было естественных границ. Россия никогда не была ограничена морем, проливом, горными цепями. Это была большая страна, находившаяся на равнинах и окруженная со всех сторон врагами. Потому что, ну, мы с вами знаем, что народы конкурируют друг с другом, сражаются, и это, в общем и целом, нормально на определенных исторических этапах. Но Россия приобрела импульс расширения во все стороны просто для того, чтобы себя обезопасить. Со временем она стала могучей державой, которой уже была не ровня практически ни одна страна по соседству, но она продолжала расширяться просто на, как сказать, на этом импульсе, на инерции, самосохранение, маниакально желая увеличиться в размерах, просто чтобы на нее было сложнее напасть. И, на мой взгляд, это так глубоко запало в ментальность населения России, страх, страх, что вот придут условные половцы, поляки сейчас все сожгут, что они готовы уже нападать первыми, хотя время изменилось. Потому что Советский Союз откатил очень сильно в развитии восточной регионы. Люди, в целом, на территориях лучшего Советского Союза, не считая отдельных мест, хорошей жизни не увидели. И когда на Западе создавалось, соответственно, государство всеобщего благосостояния, и когда люди поняли, что, в общем и целом, они готовы променять имперские амбиции просто на сытую жизнь, я не буду сейчас это оценивать, говорить, хорошо это или плохо, это просто факт, то у жителей России никогда такого не было. И, по сути, они остались в том же ментальном состоянии, в котором находились еще буквально пару столетий назад, а именно психология сожженной крепости, на нас все хотят напасть, нам нужно срочно со всеми сражаться, «Да, я живу отвратительно, но это потому, что на нас все хотят напасть, и нужно тратить деньги на бомбы и танки». И сейчас, да, как вы оцениваете современную вот эту неоимперскую политику? Это что? Это вот всплеск, как гноя вот этих реликтов, извините меня за образность, либо же это прагматизм? Ну, вот знаете, что Путин там хочет сохранить свою коррумпированную власть, да? Что это? Или то и другое? Я, честно, считаю, что тут есть две стороны. Первая сторона – это, собственно, власть и народ, потому что если власть не пошлет, то народ не пойдет, а если народ не пойдет, то, соответственно, ничего не будет. И тут есть две стороны. Тут есть народ, в котором, как я уже сказал, есть укоренившийся ресентимент в результате того, что все, скажем так, образования государственные, которые были на территории России за последние 200 лет, в общем и целом потерпели крах. Как Российская империя, так и Советский Союз. Ресентимент – раз. Психология сожженной крепости, рожденная, соответственно, многовековой историей войн во все стороны – два. Желание себя безопасить. И это совпало с, на мой взгляд, Владимир Путин, на мой взгляд, человек советского мышления, который при этом синкретически в его голове существует с некоторыми имперскими замашками, с идеей мессианства как таковой. И я считаю, что вторжение в Украину, да и не только в Украину, а все действия агрессивные, которые Россия постоянно предпринимает, это следствие совершенно, как сказать, иррационального, неосмысленного желания, которое рождается в голове как населения, так и у Путина. То есть, на мой взгляд, вот что бы произошло, если бы Украина просто продолжила идти европейским путем, просто вошла в Евросоюз и НАТО – ничего. То есть, Финляндия вошла в НАТО, теперь там стоят ракеты. Что это изменило в жизни России – ничего. То же самое было бы, если бы в состав, ну, как бы в западный блок перешла Украина. Однако же, на мой взгляд, в общем и целом, это маниакальное желание Путина, поддержанное населением, в котором столетиями взращивались различные негативные черты, а Путин на них отыграл. И я ни в коем случае не хочу сказать, что население Российской Федерации находится у Путина в заложниках. Воевать за Путина, поддерживать Путина – это осознанное решение каждого человека. Нельзя говорить, что человек это сделал, потому что его заставили. Если бы он хотел, он бы уехал из страны. Если бы он хотел, он бы слал деньги на ЗСУ. Если бы он хотел, он бы мог присоединиться к вооруженному или партизанскому сопротивлению. Если ничего из этого не было сделано, то человек либо активно поддерживает Путина, либо он его поддерживает пассивно, что, по мнению, многим лучше. А что вы видите, за что вы боретесь, что должно быть на этом пространстве? Независимое государство, да? Чисто, да? Без федераций, без конфедераций, да вот. Нет, никаких конфедераций. Я лично ратую за полный распад Российской Федерации на множество независимых государств. Однако же я понимаю, что это не произойдет само по себе. Поэтому мы неоднократно уже призывали всех людей, которые заинтересованы в своем свободном будущем, браться либо за оружие, либо хотя бы создавать какие-то политические инициативы. Ну, хотя бы. Потому что кто не борется за свободу, тот ее никогда не получит. И это нам показал пример Украины. Вот. Соответственно, да, я категорически против федераций, конфедераций, евразийских союзов, каких-то вот всех этих реинкарнаций СНГ. Я считаю, что регионы... Я считаю вот что. Я считаю, что российское государство в разных своих упостасях на протяжении долгих лет унифицировало народы, проживающие на его территории, завоеванные, покоренные в основном. И чисто с эстетической точки зрения я бы хотел дометить, что оно просто снижало разнообразие. Разнообразие красивых культур, языков. Я не знаю, даже рубашки, которые сейчас надевают для народных танцев, они все одинаковые. Они сшиты. Там на фабрике большевичка в Москве по одному лекалу. Все абсолютно одинаковое. И я лично исключительно с эстетической точки зрения просто хотел бы сохранения разнообразия, красоты различных народов, которые проживают на этих территориях. Я сочувствую каждому из них. Я, если процитировать одну мыслительницу прошлого века, я являюсь националистом каждой нации. Я считаю, что каждая нация должна бороться за свою уникальность, за свое лицо, за свое место под солнцем. Потому что иначе мы все превратимся в серую массу. Разве хочется жить в мире, где все одинаково? Ой, а не подскажете, не просветите, что это за, если не секрет, за мыслительница? А савитри Дэви, может быть, слышали? Да, ну вот, ну, очень-очень отдаленно. Да, вот, очень интересная цитата. Не слышал цитаты, да, вот. К стыду своему. Ну, да, да, понимаю. Русские, да, должны быть в этом сомнище народов, да. Ну, как где-то есть там, не знаю, что в Москве или как это должно быть. С эстетической точки зрения им находится место, да, под солнцем. Русским нужно преодолеть свой имперский комплекс, либо они просто сами расшибут лоб о... Им уже не победить в этой войне. Я имею в виду даже не только войну с Украиной, я имею в виду саму идею о том, что можно бесконечно атаковать всех вокруг и не иметь союзников, кроме армии и флота. Как знаем, кто сказал. Да, да, Арчаков. Вот, поэтому русским придется поработать над своей идентичностью заново. Ну, да, 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 придется, да. Ну, вот, я так вижу, да, из вашего... С одной стороны романтика, с другой стороны человек, который пошел дальше, да. Ну, вот. Ну, я так понимаю, да, ну, НОРД это серьезно, да, это не просто какая-то вот, ну, декларативная там, милитаризированная организация, да. Я так скажу. Я вам так скажу, и я надеюсь, что это дойдет до зрителей, которых интересует этот вопрос. Мы делаем все, что можем. Если вы от нас чего-то ожидаете, а этого нет, это не значит, что нам все равно, или мы какая-то декларативная организация. Все, что мы можем, мы делаем. Ну, скажем, для нашего развития и для торжества нашей идеи. Вот так скажу. Ну, хорошо, хорошо. Ну, то есть это, ну, понятно, тогда не лезу, да, собственно, да. Вы можете спрашивать, я просто, возможно, не факт, что отвечу. А, хорошо, хорошо. Не, ну, ну, все равно, милитаризированная, да, выполняющая определенные задачи, да, назовем это так, да, вот, по тому, чтобы сделать противнику неприятно, да, вот так вот скажем, да. Мы сражаемся за свободную Украину в границах 91-го года на данный момент. Потому что... Ну, спасибо. Спасибо. Потому что, да, да, не за что, в общем-то. Спасибо вам за возможность борьбы против того, против чего мы никогда не могли бы вести борьбу при иных обстоятельствах. Потому что все мы сидели в России и только грезили о борьбе против режима, поскольку, опять-таки, эта борьба внутри России попросту невозможна, я вам честно скажу. Буквально, ну, наверняка вы видели какие-нибудь видео, где люди выходят с пустым плакатиком и их мгновенно вяжут ОМОН. Ну, да, да, это понимаю. Если, вот в числе наших бойцов есть один человек, который возвращался домой с работы и просто по дороге домой на остановке его повязали ОМОНовцы за то, что в этот день проходили митинги в поддержку Навального. Он просто домой шел. То есть он в них даже не участвовал. Это чтобы понимать, насколько вообще возможна борьба внутри Российской Федерации. Поэтому мы призываем всех, кого не устраивает ситуация в Российской Федерации, кто хочет бороться за свое видение будущего, присоединяться к вооруженной борьбе как к безальтернативному как бы способу борьбы в наше время. Ну, а вот РДК, да, Русский Добровольческий Корпус, он как, вот в будущем дает вам перспективу реализации ваших вот этих вот эстетико-философско-политических задач, назовем это так, да. То есть там нет, ну, ограничения. Мы строим демократическую Россию, но Россию, да. Ну, как бы вы можете быть частью этого РДК, да, и при этом вот исповедовать идею развала, да. То есть это... Скажем так, по поводу РДК. Я был уверен, что этот вопрос как бы назреет рано или поздно, и вот на него представилась возможность ответить. Что по поводу РДК? РДК стоит на антиколониальных позициях. РДК буквально на днях представитель РДК выступал на форуме народов, подвергавшихся геноциду московским режимам. И на них они буквально выпустили сами декларацию о геноциде русского народа со стороны Российской Федерации и поддержали национальное движение. У нас с ними нет никаких проблем про взгляд на будущее, потому что взгляд РДК на будущее следующий. Народы Российской Федерации могут обрести независимость, если они этого хотят, если они будут бороться за свою независимость. И, естественно, нас бы не устроило сотрудничество с людьми, с которыми мы расходимся по каким-то принципиальным вопросам. Поэтому там, в общем и целом, находятся наши единомышленники. Пусть и люди, которые, например, не разделяют нашего взгляда на судьбу региона нашего конкретно, потому что им это просто, в общем и целом, безразлично. Ведь это не Россия, это Карелия. Но в целом, они наши единомышленники. У нас прекрасное отношение. Ну, а Карелия, 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 это само по себе государство карелов, или это, ну, союз там с поморами, теми же, с вексами? Это будет государство, которым, скажем так, главными народами этого государства будут поморы, вепсы, карелы, ингермоланские финны. И у нас также разрабатывается прямо сейчас нашим политическим крылом, как раз привет Владу, разрабатывается проект репатриации в будущее карельское государство. То есть, какие категории людей смогут репатриироваться. Это будут как потомки карел, которые живут в разных регионах России, в Твери, в Новгородской области. Также будет упрощенная репатриация для людей, естественно, пострадавших от советского режима, от тех, кто внес весомый вклад в культуру северо-западного региона и так далее, и так далее, и так далее. Все эти проекты прорабатываются, так что это не будет государством только для Карел, потому что, как минимум, ну, поморы и вепсы там тоже есть. И, естественно, не будет такого, что кто-то, например, присоединится к борьбе за нашу независимость и при этом не будет являться этническим вепсом, карелом или помором и будет после этого выкинут на обочину. Естественно, нет. Мы будем заботиться, идти рука о борьбу со всеми нашими симпатизантами. Дмитрий Кузнецов, да, ну, является вашим сторонником. Вы затронули эту тему. Или не надо, не надо, да? Еще как надо. Хорошо, хорошо. Это очень важная тема, я считаю необходимым, более того, высказаться на эту тему. Мы изначально, в самом начале нашего движения, еще когда у нас не было военной организации, а было только политическое крыло, начали сотрудничество с Дмитрием Кузнецовым, потому что он был, скажем так, самой весомой, на первый взгляд, фигурой в движении за отделение Карелии. Однако при личном знакомстве у нас не только возникли принципиальные разногласия на будущее Карелии, потому что Дмитрий Кузнецов считает, что Карелия, будущее, должна быть населена карелами больше никем. То есть, что там нет места больше никому, кроме карел. Во-вторых, он сам по себе является человеком совершенно другого мировосприятия. Я вот приведу пример. Когда какое-то количество наших соратников должны были покидать Российскую Федерацию для того, чтобы присоединиться к борьбе, они были раскрыты Федеральной службой безопасности, и арестованы, и заключены под стражу. Естественно, мы были все этим очень беспокоены и думали о том, как нам помочь нашим соратникам. Реакция же Дмитрия Кузнецова была в стиле «Бабы еще нарожают». Ничего, сами дебилы что попались. То есть, это человек, который совершенно не ценит других людей, который не ценит не только чужих, но даже своих подчиненных, которые с ним сотрудничают. Который абсолютно открещивался от кого угодно, кто шел против его мнения, единственно правильного, конечно. В итоге это привело к тому, что сначала мы разорвали с ним отношения все. А, я уж не говорю о том, что одного из наших людей он кинул на деньги, он одолжил у одного из наших бойцов в 400 евро. И я извиняюсь, конечно, за вот это вот копание в грязном белье, но это важно, потому что это не просто внутренняя кухня. Это выносилось на независимый суд имени Архангела Михаила в Альянсе, соответственно, насколько я помню, Альянс Свободных Народов, что-то такое. И это было официально установлено, однако же Дмитрий Кузнецов просто отказался возвращать эти деньги, потому что он разорвал свое сотрудничество, значит, он нам ничего не должен. Вот. В итоге, что я могу сказать, этот человек, который разорвался сначала с нами, потом попытался собрать движение опять и разорвался уже со всеми, кого он собрал сам. Настолько он не в состоянии ни с кем договориться и ужиться. Так что, ну, я ничего хорошего не могу сказать о Дмитрии Кузнецове. Я не советую кому-либо с ним связываться, если, конечно, мое слово что-то висит. Вот так. Ну, хорошо. Я останусь, если позволите, вне схватки, да, ну, или как это сказать? Ну, я понял, да, вот почему он и родился, да, вот этот вопрос, собственно, я с ним также беседовал, это чисто вот идеология, что такое карельское государство, какие там точки взаимодействия между народами. А тогда, ну, а если выше брать, да, будут ли интеграции в ЕС, там, в какие-то другие структуры северо-запада, да, Европы, или это не принципиально, или это, ну, или принципиально, но не актуально сейчас? Я бы сказал, что, как бы, я и многие со мной согласятся, мои соратники, мы не любим дележку шкуры неубитого медведя, поэтому для начала нам нашу свободу нужно отстоять, а потом уже, соответственно, ну, естественно, у нас должен быть взгляд на будущее, иначе непонятно, за что мы боремся. Ну, да, стратегия, видение, да, вот. Да, да, поэтому я скажу так, в первую очередь наше движение заинтересовано в интеграции именно в североевропейский регион, то есть к сотрудничеству, естественно, с братским народом Финляндии, к сотрудничеству со скандинавскими странами, к сотрудничеству с балтийскими странами, но мы готовы в перспективе рассмотреть, естественно, и присоединение к Евросоюзу, если это будет выгодно для государства нашего. Соответственно, если говорить про НАТО, то нужно будет смотреть на ситуацию на месте, поскольку я так думаю, что когда гипотетически Карелия станет независимой, баланс в мире может сильно поменяться, могут возникнуть новые блоки, исчезнут старые и так далее, но в общем и целом, мы, конечно, заинтересованы в НАТО, как в гарантии неприкосновенности нашего, в общем и целом, небольшого государства. Потому что сейчас в Карелии проживает около полумиллиона человек, а в Украине гораздо больше. Поэтому если бы напали на независимую Карелию, то она действительно не выдержала бы, я не знаю, и, наверное, и неделю уж точно. Ну, а сколько, кстати, в Финляндии было? О, это да, хорошо. Ну, это было 2-3 миллиона человек, но у них были отлично оборудованные позиции, которые они успели выкопать. Они провели тотальную мобилизацию. Они... И даже несмотря на потери, там, 1 в 15 с Советским Союзом, для финнов эти потери были куда более тяжелыми, просто из-за банально меньшей численности населения. Соответственно, я думаю, ни для кого не секрет, что когда был подписан мир в зимней войне, силы самообороны Финляндии уже были почти исчерпаны на тот момент. И во многом сравнительно небольшие потери Финляндии были связаны именно с тем, что они смогли сблифовать, что могут продолжать эту оборону бесконечно. Ну да. Ну все равно, ну ладно. Дух, я хотел о духе нации поговорить. Ну нет, я и вас понимаю, тут нет повода для дискуссии, собственно. Одно дело дух, другое дело просто невозможность сражаться, как в истории, например, УПА после войны. Да. Ну да, тут вот я так просто не хочу развивать беседу, дискуссию ради дискуссии. Ну вот, а вот ваше видение, ну допустим, наступил этот убого вымаливаемый тут в Украине день, когда русский солдат будет идти по этому проклятому Крымскому мосту, а украинский солдат его подорвет. Надеюсь, он будет уже плыть по месту, где был Крымский мост. Ну да, будет плыть, да. Ну то есть границы восстановятся 91-го года. Что дальше, вот по-вашему, как? Для вас же это не конец борьбы, да? Для нас это, конечно, не конец борьбы. Но тут важным моментом является то, что мы совершенно не знаем, как именно это будет выглядеть. То есть для Украины в этой ситуации все сравнительно понятно, я бы сказал, потому что даже выход на границы 91-го года возможно не будет означать конец боевых действий для Украины. Кто может гарантировать, что Российская Федерация просто не продолжит свои излюбленные террористические атаки на украинские города, просто продолжая посылать ракеты, даже несмотря на потерю всех территорий. Это во-первых. Во-вторых, вопросом является продолжить Российская Федерация существование. Не продолжит. Через какое время она будет как бы развалена. Мы, естественно, постараемся приложить все возможности к этому, как и наши соратники из РДК, которые только этого ждут в общем и целом. Но очень сильно будет зависеть от ситуации на месте. Скажу так, мы будем использовать все возможности для достижения своих целей, но мы ориентируемся на опыт финских егерей во время Первой мировой, которые воевали на стороне Германии и после крушения Российской империи стали костяком соответственно сопротивления уже красным на территории Финляндии. И у них получилось. Мы ориентируемся на их опыт, а там как получится. Естественно, мы не будем бросаться в суицидальные атаки. Ну да, понятно, да. Ну то есть пока ну как бы как это сказать прогнозирования нет. Что будет, то будет. Да, потом уже говорил Наполеон. Если Российская Федерация будет разваливаться, мы войдем на территорию Кореи. Все просто. Если она не будет разваливаться, то мы будем выжидать момента готовиться набирать еще людей. Чем больше, тем лучше. Вместе веселее. Ну да. Ну а если, допустим, там падение режима, да, и трансформация какой-нибудь его по риторике демократической России, да, но единой, будет дальше продолжаться, да, как-то борьба. Мы такое не обсуждали, хотя я лично в такой сценарий особо не верю. То есть я не верю в способность демократических сил взять власть в Российской Федерации, во-первых, а во-вторых, если мы увидим ситуацию, в которой в Российской Федерации возьмут власть люди, заявляющие себя как демократические силы, я, во-первых, в первую очередь буду склонен им не доверять в принципе, потому что мы это уже слышали, мы это уже проходили. Во-вторых, мне бы этого не хотелось, я так скажу. Возможно, мы продолжим парламентскую борьбу, но такое не приходило мне в голову, потому что мне всегда казалось, что это довольно маловероятный сценарий. Ну, то есть это тоже как бы есть в вашей среде, ну как, вот в украинской среде есть вот этот дискусс вокруг хороших русских, стоит ли ему доверять, не стоит. На мой взгляд, я так понимаю. Мы считаем, что хорошим русским можно доверять, потому что все хорошие русские сейчас с оружием в руках сражаются за Украину. Это мой взгляд на вопрос. Кто сражается за Украину, кто может сражаться и сражается, тот условно хороший русский. Кто не может сражаться по каким-то независимым от него причинам, например, ну, физический человек не способен, у него, он не способен физически, он может часть своего дохода отчислять в пользу Сбройных сил Украины. Соответственно, на мой взгляд, люди, которые на грантах сидят в Евросоюзе, где-то в Азии, в Бразилии и рассказывают украинцам, как им воевать, как им относиться к русским и как построить великую, прекрасную Россию будущего, они просто связь с реальностью потеряли. Я вообще не понимаю, на что эти люди рассчитывают. Мне кажется, все, на что они рассчитывают, это на то, что кураторы какие-то, которые у них, возможно, есть, просто посадят их на все готовенько. Но это так не сработает. Свободу добудет тот, кто за нее борется. Вот и все. А вот такой, ну, можете не отвечать, да, ну, с украинцами, с солдатами, нормальные взаимоотношения, ну, вот, нет там, ну, вы же взаимодействуете. Нет, ну, не знаю, ну, какого-то, ну, конфликтов бытовых, ну, все. Я о таком даже не слышал. То есть, ну, и они, ну, достаточно толерантны, да, но как они могут иначе относиться к нам, если мы, понимаете, мы все уехали из Российской Федерации, у нас была возможность начать новую жизнь, у нас была возможность работать за рубежом, у многих из нас была работа, жилье, кому-то уже дали ВНЖ, но мы всему этому предпочли борьбу. И как могут, как вы знаете, вот все вот эти вот дискурсы по поводу того, что все граждане Российской Федерации по определению, там, даже те, кто сражается за Украину, являются ее врагами. Я такое вот, иногда вижу в комментариях, но чем ближе к фронту, тем меньше об этом люди говорят. Чем ближе к фронту, тем больше люди осознают, что как бы их сосед это человек, которому не все равно. Вот и все. Да. Да, я понял. Знаете, было... Простите, что перебил. Да нет, конечно, конечно. Мне кажется, хорошей иллюстрацией к этому будет. Я недавно смотрел выпуск, где на вопросы людей отвечали висковослужбовцы третьей окремой штурмовой бригады и там, в том числе, в Львове, и там, в том числе, был к ним вопрос, как они относятся к тому, чтобы за Украину против Российской Федерации воевали бывшие вагновцы. Там был такой вопрос к украинским солдатам и на это они ну, пожутили, конечно, сначала, а потом более серьезно ответили, что на фронте лишних людей нет. И каждый человек нужен сейчас украинской армии. Поддерживать ее, сражаться за нее и так далее. И если вместо украинского парня на штурм пойдет и там, убьет врага или погибнет бывший вагнеровец, то хуже ли лучше от этого станет Украина? Вопрос риторический, конечно, лучше. Да. И, ну, вы сказали, обмолвились, да, что супруга, да, есть у вас. Как она поддерживает с вами, ну, если, опять же, ну, все-таки женщина, да, это, ну, ее подход. Моя жена уникальная женщина, ей тяжело, конечно, отдается, но, несмотря на это, она меня поддерживает, потому что она понимает, что если бы я закрыл глаза на свои взгляды, идеалы и просто начал с ней новую жизнь, то я бы никогда не смог посмотреть самому себе в глаза. И она это прекрасно осознает, и поэтому поддерживает меня. Ну, а также она является сторонником, сторонницей, деколонизации Российской Федерации и создания независимых государств на ее территории. Еще до войны полномасштабного вторжения мы планировали наконец переехать в Карелию, купить частный дом, работать и как бы становиться многодетной семьей, но война изменила наш план. Ну, и последний тоже такой вопрос из любопытства. Год это что-то из вашей философии, эстета европейского, да, или почему такой позывной? Знаете, я сначала отвечу шуткой, которую я часто использую. Когда меня спрашивают, почему у меня позывной год, я отвечаю, что ровно столько я ждал въезда Украины год. А если серьезно, это шутка, конечно, если серьезно, я любитель всяких скрытых смыслов, такой, поэтому в этом объединяются несколько понятий. Первое, это мое германоцентричное мышление, скажем так, вот, и исторический эпизод того, как Годское Королевство на территории современной Украины противостояло гуннскому вторжению с Востока. очень чем-то напоминает наши дни. Второе, это, соответственно, в принципе, мой пиетет к варварской Европе, к раннему средневековью, к вендельскому периоду, мою любовь к готической эстетике. Вот. Тут много всего переплелось. Ага, ну, я так, да, я и понял, такой вот какой-то, ну, ваш интерес, собственно, тут угадывается. Ну, спасибо, да, вот, достаточно обстоятельно, да, и философски, вот, и какие-то насущные проблемы. Ну, спасибо вам, надеюсь, будем развивать наше сотрудничество. Если появятся мысли, пишите, с удовольствием еще поговорю, да, вот, какие-то вопросы, на которые я не обратил внимания, буду рад высветить. Ну, за всем все, спасибо еще раз и продолжаем. Вам спасибо, приятно было пообщаться, слава Украине. Героям слава, сорвались языка. До свидания. До свидания. До свидания.